Начинается программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Михаил Шевелёв, руководитель Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа». Советник президента или председателя Вятской торгово-промышленной палаты? У нас там просто есть коллегия советников, и, условно говоря, мы советники палаты. Советник, то есть, в общем, советник Вятской торгово-промышленной палаты. Хотя, да, советую вам Николаю Михайловичу много. Николаю Михайловичу, это все президент, все-таки, не только ЦВД. Напоминаю нашим слушателям, что на сайте «Hackero.ru» есть аудио-видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, есть там специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Безусловно, мы сегодня пройдемся по главной теме последних дней. Это то, что основные политические партии выдвинули от своих кандидатов на выборы в областное законодательное собрание. Накануне, мне кажется, ярко по этой теме высказался вице-спикер за собрание Михаил Курашин. Михаил Шевелёв, если у меня такая же возможность. Но хочу я начать с другой темы, я хочу начать со статьи, которая сегодня опубликована, была ночью, по-моему, поздно, на сайте Ведомостей. Называется статья «Официальная отставка Никиты Белых откладывается». Честно говоря, прочитал ее несколько раз, сложилось такое ощущение, что это написано ради того, что надо что-то было написать. Там ссылаются на неизвестных людей, близких к Кремлю, близких к таким-то структурам и так далее. Давайте, Михаил, по некоторым аспектам этого текста пройдемся. Тоже удалось ее прочитать, попалась, она в утра достаточно активна. Давайте сразу вычленим какие-то основные моменты. Ведомости пишут, что накануне 13 июля поинтересовали все-таки у Пескова, у пресс-секретаря президента России, будет ли он или не будет назначать главу нашего региона. Песков сказал, что пока никаких решений не было. И тут же ведомости переключаются на другой источник. Как некий человек, близкий к Кремлю, заявил, что вместо белых во главе нашего региона будет новый федеральный человек. Ну, давайте по порядку. Во-первых, последние дни 20, сколько у нас прошло от момента? Ну, с 24 июня 25 было принято решение об арест. Соответственно, большинство публикаций, да и не большинство, все, но сейчас характер как раз именно такой, некий такой аналитический, предполагая. Мы в свое время сразу же не стали давать каких-либо там своих аналитических изысканий, но собрались, обсудили, на круглом столе в экспертном совете журнала нашего ТДТ. Ну, и в принципе, то, что основные моменты, которые здесь отложены, они так или иначе с нашими совпадают. То есть эксперты ТДТ, они могут на любом уровне. Молодцы, они, ну, не будем сейчас еще не рассказывать. Можно привлекать федералу нашего эксперта. Ну, на самом деле, есть несколько основных моментов, то есть, которые с этим связаны, сейчас я. Ну, чего-то упустили в своем экспертном кругу? Ну, первый момент, который там озвучен, это то, что существует битва определенных силовых структур, да, и, по сути, там, Никита Юрьевич оказался заложником этой ситуации. Да, вот в этом месте пишут, что Белых, возможно, был связан с одним из политико-силовых кланов и причинами избежания, не только дело о взятке, оно может быть вызвано противостоянием между как раз этими вот этими кланами. То есть это некий такое подтверждение косвенно тех выводов, которые, ну, одно из основных было, по большому счету, да, это и подтверждается и тем, что брат Никита Юрьевич достаточно быстро подал восставку после этого. Вот, то есть это один из моментов, который в данном случае, ну, достаточно давно видят в пространстве информационном. Второй момент, то, что будет назначен федерал. Как мы тоже анализировали, смотрели, то есть последние 25 регионов, где происходило назначение, практически во всех были назначены именно федеральные лица. То есть мы не видели никаких абсолютно причин, я в том числе не вижу никаких причин, почему бы эта тенденция должна измениться. То есть мы ожидали достаточно серьезных федералов. Так, давайте предположим, а что получают федеральные центры, назначая местного? Ну, по большому счету, они... Что за риски? Ну, это автоматически борьба внутри лица. То есть автоматически обострение неких внутренних... Ну, да, может быть, означает уже выстроенную систему, может быть, каких-то преференций и так далее. То есть когда приходит все-таки федеральный чиновник, то есть так или иначе происходит некое, знаете, так это правильно сказать-то, переосмысление отложившихся там хозяйственных, экономических, политических связей. И когда они меняются, то так или иначе что-то плохое меняется на что-то хорошее. И наоборот. И наоборот, да. Что-то хорошее на что-то плохое. Но тем не менее это формирует некую систему, держит противовесов, то есть не дает застояться системам, скажем так. Но для этого нужно время, чтобы многое... Конечно, конечно. И вопрос времени, он тоже как раз и анализировался. Ну, наверное, третий аспект, который здесь может между строк можно прочитать, он заключается в том, что назначение быстрое ИО, да, оно должно означать либо назначение такого тяжеловеса, который за совершенно короткий срок мог бы стать одним из основных кандидатов на того, чтобы, ну, победить на выборах губернатора, которые были бы назначены в сентябре. Вы имеете в виду на ближайшие? Да, на ближайшие. Да, на ближайшие. Вот. Но мы вот сколько там, сколько по этому вопросу собираемся, общаемся, там, смотрим, анализируем. То есть это, ну, последние лет 10, наверное, да. То есть, ну, я не вижу какое-либо лицо, да, на федеральном уровне из неместных, скажем так, элит, которые бы стремились стать губернатором Кировской области. Ну, нет в Кировской области таких... Мы про наши регионы сейчас говорим. Да, про наши. Что у нас нет таких. У нас нет таких, скажем так, интересов, которые бы, ну, на федеральном уровне, там, стремились, там, поставить свое лицо, там, ну, и, собственно, контролировать, собственно, всю область. То есть у нас есть несколько сфер влияния, зон влияния, там, да, то есть, которые, ну, так или иначе, стараются между собой договариваться и так или иначе влияют на то, кто появляется во главе губернатора. Ну, вот это все в совокупности также предполагало, что назначения кого-либо ИО не будет до того дедлайна, который, как обозначен в этой же статье... — 19 июля. — 19 июля, да. То есть нет смысла, по большому счету, форсировать ситуацию и создавать эксперимент, а это был бы достаточно такой интересный эксперимент, где в среднестатистической области происходят, по сути, достаточно конкурентные выборы, и существует несколько кандидатов, которые готовы к этим выборам, хотя и не готовились к ним, а готовились к выборам в Госдуму, да, то есть и получилась бы, ну, такая, скажем, возврат в начало современной эпохи демократии. — Ну, вы знаете, да, читали, ведь многие Смиту сравнивают нашу ситуацию с ситуацией в Коми, когда глава республики 20 сентября был задержан, а уже 30 сентября, через эти дни уже, значит, в Рио... — Ну, я так понимаю, что даже кому-то и хотелось бы это сделать, потому что существует обращение к президенту о том, что давайте быстрее снимем, быстрее, собственно говоря, назначим его, ну, фактически говорится о том, что давайте проведём всё-таки выборы губернатора. Но для власти в сегодняшней ситуации, в сегодняшней достаточно насыщенной различными кризисами и политической, и экономической ситуации, да, то есть создавать такой эксперимент, ну, просто бессмысленно. То есть достаточно дойти до выборов той команды, которая существует на сегодняшний день, у нас есть вертикально достаточно серьёзное выстроенное принятие решений, то есть и... — Мы имеем в виду нашу правительство региональное. — Да, нашу правительство региональное. — Ну, что и демонстрируется, и пресс-конференциями, и действиями, которые, ну, продолжают определённую линию, да. Ну, и мы должны понимать, что 18 сентября — это день выборов вообще федерального масштаба, очень важных выборов, и коней на переправе менять мыслы нет. — То есть вы уверены в том, что до 18 сентября... — Да, до 18 сентября... — ...наше правительство... — ...наше правительство... — Мне всё время хочется назвать его временным, временным правительством, ну, вот так. — Да. — В общем, оно просуществует, конечно, на ваш взгляд, до... — Да, у меня есть почему-то такая уверенность, потому что... — А почему это не будет? — Смысла нет, и кроме того, это будет ещё и означать то, что наш президент, ну, старается разобраться в сложившей ситуации, и изменение вот сейчас, принятие каких-то серьёзных решений, если мы предполагаем, что существует какая-то борьба между силовыми ведомствами, да, то есть любое принятое решение на сегодняшний день будет осуществлять, то есть изменение каких-то приоритетов в этих... вот этих борьбе силовых трупов. — Поэтому быстрых решений... — Это другая ситуация, нежели ситуация, там, с комикс-хохолином. — У меня в этой статье ведомостей вот ещё за что взгляд зацепился. — Цитирует давние соратники белых, в частности, Анатолий Чубайс, — делали попытку заступиться за него перед президентом. Об этом утверждает близкий к ревьюсовеседник. — Какой, опять-таки, бизнесмен? — Ну, мы как люди, имеющие отношение к СМИ, можем этот раз пропустить, потому что он, может, имеет право на существование, может, не имеет права на существование. Это некие догадки, предположения. Но за ним стоит только то, что напоминает всем окружающим о том, что Никита Юрьевич, так или иначе, это человек, связанный со структурами Чубайса. — У нас сейчас небольшая пауза. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелёва, руководителя Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа», советника Вецкого промышленной палаты. Буквально минута, чуть меньше, и мы вернёмся. Особое мнение продолжается. Итак, грядущие выборы в областной парламент. Областной парламент. 9 июля была проведена партийная конференция «Единой России», где были определены кандидаты на выборы в УЗС. 9 июля «Справедливо Россов» провели свою конференцию. 12 июля позавчера такая же ситуация с КПРФ. С чего начнём? С чего интереснее? Я думаю, что нужно рассматривать в целом. Нас интересует не отдельная личность, а то, что складывается. Давайте с «Единоросов» начнём. Всего выдвинуто, как известно, с 111 кандидатов. Можно, Владимир, я немножко не так скажу, потому что тут есть две ситуации, которые есть смысл рассматривать. То есть это первые тройки, то есть это те лица, которые так или иначе будут определять некий магнетизм, который должен сподвигнуть либерателей для того, чтобы поставить галочку напротив этой партии. Личное притяжение. То есть приязнь, репутация, некий набор людей, скажем, как к ним относишься и кто тебе из этих троих больше симпатичен. Интересно было бы, конечно, ещё ЛДПР посмотреть, но я думаю, что мы тут сильно не ошибёмся. Я так понимаю, что ЛДПР в ближайшее время, в ближайшие дни должна определиться, потому что как там по партиям было? Сначала они с депутатами, с кандидатами в Госдуму определились, а потом уже вместе порвали. Ну давайте возьмём АЗС, то есть это институт, который должен будет определять судьбу законов, издаваемых в Кировской области. Возьмём эти три партии, которые существуют, и возьмём, собственно говоря, две вещи по отношению к этим трем партиям. Это первые тройки, то есть люди, которые как там появились, кто их обозначает, и возьмём, собственно говоря, саму институциональную позицию партии на этих выборах, то есть чем они подошли к ним. Вот это, на мой взгляд, интересно. То есть есть сравнить, может быть, шансы, но хотя это дело очень неблагодарное. То есть в современных условиях, когда и нас тут регион, скажем, с особыми условиями, и в целом ситуация в стране она с особыми условиями. Тем не менее, я бы отметил следующее. Первое. Институциональное возьмём. То есть Единая Россия по-прежнему остаётся сильной, административно и выстроена от, условно говоря, там, федеральной ячейки, да, до, собственно говоря, регионального уровня. То есть попытка нам продемонстрировать, это заключалось как в съезде мощнейшем, да, то есть в освещаемом на всех уровнях, так и в праймерис, который прошёл в мае, там, да, с огромным ресурсом, когда мы уже говорили о том, что никакую другую партию не допустили столько административных помещений, чтобы просто выразить своё, там, желание, или, там, намерение, или, там, отношение к тому или иному кандидату. Вот. Ну и, кроме этого, поддержкой, которая произошла вот в этой тройке лидеров, то есть у нас, по сути, отрядили Вячеслава Тимченко для того, чтобы он, как бы, показал, что у партии Единая Россия есть федеральный ресурс и, собственно говоря, федеральный человек. Он третьим, может, в списке идёт? Тут, как бы, первый, второй, третий. ВОЗС. Не так значимо. Ну, по сути, партия Единая Россия продемонстрировала, что у неё есть ресурс. То есть, и, в принципе, мы понимаем, что для неё голосовать будут те, кто будет приведён этой партией, и, собственно, те, кто этот ресурс уважают и не хотят, чтобы эта ситуация изменяла. Приведён в хорошем, в нормальном смысле? Ну, в нормальном смысле, потому что я позднее хотел коснуться, но, на мой взгляд… Без каких-то там подковырок? Шанс отличается в том, что мобилизация, которая в этом году будет, мы опять понимаем, что это сентябрь, что это после отпусков, что это садово-огородный урожайный сезон. С картофельного поля сразу будут. С картофельного поля будут там машины. Возможно и такое будет, допускают вполне. То есть, чем дальше от района, чем дальше от областного центра, тем более это, наверное, будет. Но это вопрос мобилизации, вопрос, кто кого сможет привести. И в этом плане у Единой России, конечно, по-прежнему ей достаточно больший шанс. Хотя, чисто репутационно, да, у партии проблем много. То есть, основной из них можно выразить, конечно, состоянием дорог и отношением к этому состоянию. То есть, очень краткие периоды планирования, очень краткие отчеты, очень быстрый отчет о ремонтах, ну и очень, собственно говоря, быстрое возвращение в исходное состояние. То есть, отсутствие такого стратегического демонстрации, стратегической мощи, вот, на мой взгляд, это проблема Единой России, которая существует. Вы действительно считаете, что люди у нас в плохих дорогах Единой России будут венять? Они будут венять в власть. А принадлежности партийных они зачастую не знают. Ну, я допускаю, что, опять же, те, кто придут, они газеты читают. То есть, они стараются разбираться. Вот именно придут, а не приедут, кстати, потому что нету нормальной дороги. Но, все-таки, это достаточно серьезный, как бы, элемент, и тут элемент желания что-то поменять. По крайней мере, если что-то менять, то нужно менять партию. Тут, как бы, вариантов нет. Вот. И в этом плане, конечно, есть еще несколько моментов, которые демонстрируют, скорее, уже те тройки, которые продемонстрировали коммунисты и справедливая Россия. То есть справедливая Россия, на мой взгляд, очень серьезно усилилась. То есть наличие Сураева. Давайте я все-таки озвучу, может быть, кто-то еще не в курсе. Справедливая Россия, да. Первая тройка на выборы в областной наш парламент. Номер один – Сергей Торонин, номер два – Василий Куприянович Сураев, номер три – Михаил Скворцов, ныне член фракции КПРФ. ВОЗС. Да, то есть это вот… Но Сураев долгое время, все-таки, да. Единая Россия. Был. Был Единая Россия, да. И то, что выход Василий Куприянович начало из фракции, потом, насколько я понимаю, из партии, да. То есть это достаточно… Видимо, да. Потому что на сайте ВОЗС он… Это достаточно, на мой взгляд. Серьезная потеря не только финансовая, я знаю, что Василий Куприянович участвовал в поддержке партии, в поддержке людей, которые занимаются работой в партии, но и репутационно, потому что все-таки, что ни говори, как бы репутация у Василия Куприяновича сохраняется достаточно такой стабильной, серьезной, ну и хозяйственной. Поэтому, однозначно, вот это как бы перераспределение ресурсов от Единой России в пользу Праведливой России, если мы говорим, опять же, мы сейчас говорим про списки, про выборы по спискам, вот, и не знаю, конечно, это… Ну и вообще те форматы, которые связаны там со Скворцовым, да, то есть, которые там член КПРФ выдвигаются от Праведливой России, там, информация о том, что Валерий Николаевич Рула идет выдвинутая… Мы что-то, Михаил, скидываем в одну кучу, давайте по порядку обо всех вот разберем каждую личность. Ну, зачем каждую личность разбирать, потому что я считаю, что на сегодняшний день партии стали очень классическим, удобным, нормальным инструментом с точки зрения движения. Раз у тебя есть муниципальные выборы, то есть муниципальные депутаты, ты, там, парламентская партия, у тебя есть очень простой ресурс, никому неохота собирать подписи, там, ну, и это очень сложно, всегда правила меняются, людей, специалистов недостаточно даже просто для того, чтобы собрать подписи для всех кандидатов, которые желают идти выбираться, там, ну, там, самоизвиженцев, там, или от других партий. Поэтому вот этот набор партий, которые имеют возможность выдвинуть своих депутатов без… кандидатов-депутатов, без сбора подписей, они, конечно, стали очень хорошим, серьезным, нормальным инструментом. Это вполне себе в порядке. Это, на мой взгляд, та эволюция, которая произошла, и, на мой взгляд, ну, нужно ожидать каких-то дальнейших шагов, потому что сейчас нужно начать хотя бы понимать, отличать, то есть, вот, Кварцов коммунистам, да, то есть, чем отличается от Кварцова справедливая Россия? То есть, у него поменялись взгляды, там, Сураев, там, да, был «Единой России», стал «Справедливой Россией», у него взгляды поменяли. Я знаю Василия Куприевича как человека очень принципиально. — Может быть, не глобально, но кое-что как-то сдвиг в сознании. — Ну, давайте, там, мы с вами более-менее образованные люди, там, назовем три основных, там, отличия, там, «Справедливая Россия» от «Единой России». И я затруднюсь. — Я, пожалуй, тоже. — Я даже, с точки зрения вот коммунистов… — Они все за народ. — Все за народ. И, на мой взгляд, основная эта проблема, например, она заключается и в том, что они все не просто за народ, а все за то, чтобы поддерживали народ, все за то, чтобы социальные льготы были у народа, там, в большом количестве, все за то, чтобы пенсии росли, чтобы выплаты, поддержка осуществлялась различным, малообеспеченным и прочим, чтобы, ну, вот все эти элементы социальной поддержки, значит, чтобы они как можно больше развивались. Вот это вот социальное государство и ориентирование на тех людей, которые традиционно ходят на выборы, там, да, это мы, люди старшего возраста. Это, к сожалению, на мой взгляд, вот тот минус, который так или иначе когда-то нужно преодолеть, когда-то нужно разделиться. Вот, там, мы за предпринимателей, вот давайте и будем говорить, что значит мы за предприниматели. То есть мы, там, условно говоря, за то, чтобы поддержать, там, пенсионеров, ну тогда, если мы говорим про пенсионеров, про увеличение пенсионных выплат, давайте будем говорить об источниках пенсии, давайте будем говорить, там, обо всей налоговой системе, давайте будем говорить об изменении отношений к налогам. Сможет ли электорат в этом разобраться и интересно ли ему это? Да, но в длинную мы ведь имеем через 10-15 лет людей, которым сегодня, там, 40-45, и они-то уже будут разбираться в любом случае. То есть они уже, так или иначе, очень много знают, очень много понимают, и для них это неопределенность, и эта, ну, разноцветность, она, как бы, не является неким… Людям очень хочется начать понимать, как они проживут эти пять лет. То есть этот запрос, он существует, на самом деле, и по социологическим замерам и так далее. Люди почему-то очень четко понимают, что их ждет, то есть они свою семью планируют и более-менее видят. А что будет со стороной, они не понимают, они не видят, они верят. То есть, но это сомнение, эти кризисы, они так или иначе толкают в то, чтобы люди, ну, в том числе и определились. То есть, как относиться к налогам, как относиться к дорогам, как измениться должно отношение там к собственникам жилья. Вот эти простые, с одной стороны, вещи, с другой стороны, даже Путин на днях сказал, что хватит людям морочить голову. Давайте говорить четко и конкретно. Что изменится? Очереди в больницах изменятся. Так за счет чего они изменятся? За счет того, что у нас услуги совсем будут некачественные или откажемся от них там? Или за счет того, что мы, ну, сделаем систему такой, что вот, ну, все будет работать как часы? Ну, да, конкурентно, но при этом тогда давайте сделаем там платную медицину, тоже каким-то наделим полномочиями, там, возможно, и те, кто хотят платно лечиться, тоже должны что-то и бесплатное получить, потому что туда налоги доплатятся. То есть, вот эти вопросы, они возникают, и мы туда ушли только потому, что вот эта разница в партиях, да, ее нет. И существует, как я уже сказал, институциональная подготовленность, то есть наличие ячеек, там, или твоих глав, там, условно говоря, там, сельских поселений, там, и так далее. И наличие вот этих трех лиц, которые обладают определенной репутацией и обладают, ну, определенную, как бы, уже жизнь. – Еще раз, о справедливой России, Вы сказали усиление, да, появление все-таки Сураева, усиление, которое в том числе выразится в количестве процентов, которые они берут в России? – Оно однозначно выразится в количестве процентов. – Однозначно, да? – Однозначно выразится. То есть, ну, высоко приятную силу даже просто деятельности Молочного комбината, то есть это, ну, достаточно большой кусок сельских предприятий, которые, так или иначе, ну, напрямую зависят от успешности работы и деятельности Молочного комбината. Поэтому тут у меня сомнений нет. Вопрос вообще в том, что у них получается такая достаточно аграрная тройка, то есть, которые с лесом связаны с сельским хозяйством. Это два ключевых элемента, которые, ну, если им удастся… – С квартирой. – С квартирой. – Да, да, да. Программу такую четко очень хозяйственную, длинную устраивающую развитие этих двух отраслей, у них очень хорошая, ну, возможность, собственно говоря, попытаться дать им кредит доверия, там, выдать. Вот. Ну, а что касается коммунистов, то… – Давайте к коммунистам уже после… – Хорошо. – После рекламы перейдем. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелева, руководителя Кировского рекодделения партии «Гражданская платформа». Михаил Шевелев высказывает сегодня свое особое мнение, руководитель Кировского рекодделения партии «Гражданская платформа», советник Ветско-торгово-промышленной палаты. Нашел я, кстати, результаты выборов в ОЗС в 2011 году. «Единая Россия» – 37% почти, коммунисты – 23% почти, и «Справедливая Россия» – 21%. Вот так. – Ну, собственно говоря, практически… – На сей раз как, на Ваш взгляд, расклад сложится? А, ну, ЛДПР – 17%. – Ну, на мой взгляд, сильно институционально это не изменилось. То есть, примерно такие же проценты, может быть, даже… – Вот видите, в прошлый раз выборы, насколько я не ошибаюсь, были в декабре, а это, ну, время, когда есть возможность… – Молодец! Нет, все-таки 13 марта они были. – Ну, без разницы. – То есть еще садово-огородный сезон еще не был в таком разгаре, и это на самом деле меняет. Картинку последние три года показали, это очень серьезно. То есть, когда, ну, выборы, собственно говоря, там, 10-15% от числа избирателей приходят, и приходят именно те, кто всегда ходят, скажем так, да. В этот раз, ну, если с Логомом, который, ну, как голосуем, так и живет, проешь, то есть люди более ответственно подойдут к этому выбору. – Это СССР, по есть слов. – А? – СССР взяли, да. – СССР взяли на вооружение. – Они, да. – СССР взяли на вооружение. – Ответственные за это. Но, на самом деле, любым партиям, в том числе и малым, это тоже достаточно выгодный Логом. Вот. И он очень важный, то есть он на сегодняшний день, ну, позволяет каким-то образом влиять на то, чтобы, ну, каким-то образом разбавить вот этот дисциплинированный приход людей, зависящих от бюджета на выбор. – Перед тем, как к коммунистам, перед тем, мне кажется, мы немножко соскользнули с единороссов, Тимченко только одного озвучили в первой тройке, глава города Владимир Быков и директор библиотеки имени Герцена, Надежда Гурьяна, в общем, фигурера. – Надежда Гурьяна. – Да. – Накануне вице-спикер Михаил Курашин рассказал это предположение, свое мнение о том, что Быков тут не слишком проходной, потому что область его не знает. – Вот. И я с ним абсолютно соглашусь. Если вот, ну, там, разбирать, да, то, конечно, нужно отмечать, что в прошлом году, в прошлые выборы, насколько я помню, Киров был выигран коммунистами. То есть, там, коммунисты набрали больше, чем «Единая Россия». И, честно говоря, предпосылок для того, чтобы в этом году там, что-то изменилось, там, скажем, там, ну, не вижу я, по большому счету, если там, явка такая же, борька в прошлый раз. Вот. А с другой стороны, действительно, если брать, скажем, там, периферию, там, ну, наши районные центры, поселения, то и Быков, и Гурьянова, они, ну, не настолько, скажем, являются топными фигурами, чтобы, ну, там, формировать… – Да и Тимченко, наверное. – Ну, и Тимченко тоже, но Тимченко, все-таки, в большей степени, он достаточно большое количество время провел в работе, ну, там, скажем так, с аппаратом «Единой России», да. То есть, и там есть вертикаль, то есть, есть главы, поселения, там, местные ячейки, которые его знают, и, ну, думаю, что есть своя репутационная история, не маленькая. Вот. А Быков и Гурьянова в меньшей степени. То есть, Надежда Гурьянова – это все-таки попытка собрать такую интеллигенцию, да, то есть, и, ну, попытка есть. Не знаю, не уверен, то есть, вообще не уверен в этой «тройке», то есть, думаю, что она могла бы быть сильнее, то есть, могла бы быть сильнее, то есть, не знаю, какой она могла бы быть там, да, но… Я думаю, что «Единая Россия» все-таки делает ставку на одномандатников. То есть, с одномандатниками, как и в прошлый раз, то есть, они смогут формировать, ну, достаточно серьезное, там, ну, у них, как бы, расчет на большинство, то есть, задача на большинство, и, в общем-то, есть приспосылки для того, чтобы они это взяли. Потому что в конкретных районных центрах работа, которая проводилась вот в этом межвыборный период, да, то есть, представителями «Единой России», она взялась, то есть, без ложной скромности, она там, какую-то там… они там делали, то есть, давали денег там, и какие-то там проекты помогали реализовывать, и какие-то конкурсы устраивали, там, ну, и так далее. Поэтому там, конечно, с точки зрения одномандатных там есть. Так, еще раз немножко отложу переход к коммунистам. Все-таки по поводу… хотелось бы узнать ваше мнение по поводу Валерия Николаевича Турева, который пойдет от «Справедливо Россов». Я напомню, что он независимый депутат ВЗС, и он, к тому же, еще возглавляет отделение нашей местной российского объединенного трудового фронта. Вот фронт. Я почитал комментарии, большой резонанс, кстати, вызвал это событие, это новость о том, что Турула пойдет вместе с СССРами. Кто-то даже написал, может быть, Валерий Николаевич такой, в троянского коня решил сыграть, да? Внедриться, а потом… А зачем? Что такое провернуться? Вопрос сейчас очень простой. Нужно выдвинуться, нужно пройти по округу, то есть не нужно там придумывать каких-то там несуществующих вещей, то есть, условно говоря, выдвижение от партии, не вот этой, которая возглавляет, и по которой тоже списки, кстати, подаются, да, самое-то интересное там, да, а той, от которой не нужно собирать, условно говоря, подписи, которые позволяют сэкономить силы, деньги, то есть, по большому счету. А что важно? Силы или деньги? В ЗАГС Собрание. Да, сэкономить деньги, я считаю, что это очень важная разумная стратегия в наше время, вот, и если посмотреть то, как располагались, например, депутаты, да, в ЗАГС Собрании, просто даже визуально там, как они рассаживали, как они выступали, я не думаю, что что-то изменится, то есть, вот, ну, есть там агентство. Основная масса более-менее такая, подконтрольная, там, да, то есть, Единой России, там, вертикали, которые выстроены. Ну, а есть вот и справедливая Россия, и коммунисты, и Валерий Николаевич, они сидели где-то все рядом, ну, собственно говоря, достаточно по вопросам, которые... На самом деле, вот, если бы они просто показали те вопросы, которые они поднимали на обсуждение, и которые не были приняты, ну, вот, интересная динамика и картинка, то есть, посмотреть, какие вопросы были подняты и не были утверждены законодательством раненки. Ну, целая, может быть, брошюрка, которая будет очень интересной и поучительной. Хотя у нас вот как-то выборы, они считаются отдельными, а результаты работают отдельными. Вот, на мой взгляд, вот это неправильно. Пожалуй, да. Вот, надо вот как-то вот это изменить. Я был на таких агитационных мероприятиях разных кандидатов, да, то есть, они все говорят о том, что надо делать. Надо делать дороги, детские площадки, там, ремонтировать это и это. Блин, ну, законодательное собрание — это же, по большому счету, органы законодательные, то есть, они должны устанавливать правила игры, они должны владеть, там, экономикой, юриспруденцией, там, мировыми практиками, там, местного самоуправления, там, и так далее. А они говорят о вещах каких-то других, понимаете, о чем должны говорить исполнительная власть. Ну, и вот этот вот диссонанс, он мне как-то вот, он ведь абсолютно прозрачный, но в нем никто не говорит. У нас экспертов в законодательном собрании, ну, по сути, ноль. То есть, есть люди, которые более-менее в чем-то в одном разбираются, да, ну, в силу там, жизненных обстоятельств стали политиками. А так, чтобы люди разбирали… Хорошая фраза. В силу жизненных обстоятельств стал политик. Я думаю, что вот так это и складывают. Потому что, реально, у нас нету социальной, ну, такой, нету некой лестницы, по которой можно было бы стать политиком, ну, как это становится на Западе, да. То есть, там, есть, там, убеждения, правила, прохождения неких, там, элементов, связанных, там, с общественной деятельностью, и так далее. У нас как-то вот, ты жил, жил, работал, работал, у тебя появился и лишен денег, ты там, бах, и… А что-то бы не пойти мне в законодательное собрание статусом. Там, есть один у меня знакомый, который стал депутатом. – Давайте этот пример и коммунист. – Да, после примера. То есть, он когда пришел, говорит, что-то я думал, что там деньги заработать, а там работать надо. Это же общественная деятельность, то есть, там, денег-то, как-то, как-то, их нету. – Итак, коммунисты. Итак, коммунисты. Тоже тройка лидеров списка. Поведет на выбор в УЗС коммунистов главный коммунист в нашей области Сергей Мамаев. На втором месте Анатолий Михайлович Чурин, бывший главный по образованию. Ну и еще в списке Леонид Витальевич Сандалов, депутат Кировской гордумы. – Я думаю, что здесь тоже есть усиление, потому что, на самом деле, Анатолий Михайлович Чурин, это мы когда анализировали, мы пришли к мнению о том, что на сегодняшний день… – А, то есть, вы заранее знали своим экспертным советом? – Нет, нет. Мы просто анализировали последующим впечатлением, что на сегодняшний день для электората были бы очень полезные и необходимые фигуры, ну, знаете, вот такой отличной репутации реально работающих людей, которая сформировалась еще тогда, то есть, ну, не в современное время, да, а вот в то время, когда это еще было так, ну, достаточно ответственный период, ну, типа, там, Киселева, типа, вот как раз про Чурину тоже, на самом деле. – Он возглавлял управление образованием? – Он очень долго возглавлял отдел образования, то есть, больше 20 лет, и, на самом деле, вся вот эта иерархия, ведь образовательная, как бы, скажем, такая электоральная, что ли, паства, она не маленькая, то есть, и люди, которые в системе образования знают Анатолия Михайловича, они могут к нему тоже относиться, то есть, и они могут знать его репутацию, и, собственно говоря, на мой взгляд, это тоже усиление, тем более, что это, так или иначе, связано с той, ну, скажем так, тем электоратом, на котором нацелена КПРФ. Вот, поэтому тут вот этот вот достаточно знаменитый, качественный шаг, на мой взгляд, будет совершен. Вот, ну и, в принципе, наличие в списке депутатов Анатолия Михайловича, я думаю, что оно абсолютно не повредит, более того, оно его усилит, наверное, делает более таким, что ли, грамотным. Вот опять-таки приведу, например, слова вчерашнего гостя особого мнения, спикера УЗС Михаила Куража. Он считает, что Анатолий Михайлович будет отстаивать УЗС вопросы образования. — Видите, это из тех людей, на которых по большому счету тяжело давить-то. То есть человек, насколько я понимаю, на пенсии, то есть человек, за плечами которого нет какого-то серьезного крупного предприятия, который не лоббирует каких-либо там финансовых или других вопросов, который вполне может в свободном, в таком хорошем режиме заниматься заботой о людях. Понимаете? Не так много таких людей, на самом деле. То есть таких бы людей поискать, и чтобы именно они приходили в законодательное собрание, которое могли бы в длинную думать, которое могли бы обсуждать не на уровне эмоций, так как Вы это предложили, мы это не примем, а которые могли бы действительно рассуждать в позиции того, что это нам принесет в долгосрочной перспективе через 5, 7, 10, 15 лет. Таких людей нам в законодательном собрании, конечно, очень много. — Знаете, есть у меня такое предположение, что дума точнее ОЗС нового 6-го созыва будет какой-то менее эмоциональной, более тусклой, и это потому, что… — И ещё более тусклой. — Дмитрий Михайлович русских туда не идёт, Михаил Вячеславович Куражев туда не идёт. — Ну, видите, тоже… — Жаль Вам, не жаль? — Ну, честно говоря, я всегда удивлялся, насколько хватает терпения и длины, вот это из раза в раз повторять, оставить свою точку зрения, доносить её. Очень экологично, я бы сказал, без перехода на личности, находя такие выражения и слова, которые позволяли бы, никого не задевая, ну, сказать достаточно серьёзную суть. — Это каковый миц? — Русских. — Русских, Мир Михайлович. — Да, то есть он очень аккуратный, доводил какие-то вещи, зная, что это принято не будет, то, что максимум будет стенограмму включено и всё. Это очень тяжело, на самом деле. То есть идти и бороться с ветерними умениями крайне тяжело. То есть и поэтому я бы, ну, созыву АЗС пожелал бы действительно тех решений, за которым в первую очередь было бы не стыдно перед своими детьми, там, будущими поколениями. То есть я, вот честно, для меня провал, он такой, я был на… тогда обсуждали закон о чистоте, мы обсуждали, потому что Светлана Язынькова в доме Зефиров, там, да, то есть он почти был один в один сделан, как в Нижегородском, в Нижегородской области, а у нас он был раскритикован там по полной, то есть до того, что он потом дальше уже и выносился на обсуждение, насколько я понимаю. А там он работал, потому что там как-то нашли в себе силу воли, там, понять дух закона и захотеть, чтобы жить в чистоте. Я не знаю, насколько им это удалось, да, но тем не менее, я знаю, там, те поправки, которые принимались, они, ну, доставляют тех или иных, там, людей, предпринимателей заботиться о том, чтобы фасады были чистые, там, перед тобой, там, клумба была со светами, там. Прошу прощения, буквально несколько секунд. Гражданская эта платформа, как себя будет проявлять? Гражданская платформа в пути, то есть она на сегодняшний день обязательства у нас в общественной жизни здесь достаточно большие, вот, а с точки зрения политической… С точки зрения этих выборов? Да, с точки зрения этих выборов, с точки зрения политической, ну, на сегодняшний день поддержки мы такой не ощущаем, чтобы, ну, сформировать, условно говоря, свою фракцию, вот это. Поэтому на сегодняшний день решение окончательно не принято. То есть вам вот эта процедура сбора подписи, она, как называется, на вашей истории? Да, она как бы пристынет. Будете? Да, мы планируем это сделать, ну, тут, честно говоря, ситуация, которая сложилась в Кировской области, она немножко повлияла на то, что наши спонсоры там стали немножко пересматривать свои позиции. Имеется в виду история с главой региона? Да, с главой региона. То есть и пересматривают свои позиции, и там просчитывают, и разные другие цели. Хорошо, на этом, да, завершается на этом особое мнение Михаил Шевелев, руководитель Кировского рекотделения партии «Гражданская платформа», советник Вятской торгово-промышленной палаты. Всего доброго, до свидания. Спасибо.